Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотела спросить по поводу судьбы. Насколько ли, может быть, от мамы передаёт судьба, а вообще от родителей передаёт судьба? Да-да-да, это всё мама виновата во всем. Сто процентов. Конечно. То есть они виноваты. Ну я же говорил вам хорошим. Ну вы что? Ну давайте ещё раз скажу. Насколько моя судьба может быть сложной или лёгкой, как вот её определить может быть? Боится судьбы своей. Значит, смотрите. Мы создаём свою судьбу сами. Вот родители нам даются на одну жизнь. Мы попадаем в ту семью, которая подходит по нашей судьбе. У матери своя судьба, у моей своя. Когда я страдаю в семье, это мне по судьбе. А если мама молится за меня и что-то делает, и я изменяю свою жизнь по её воле такой, это называется милость. Ну то есть если мама просто живёт обычной жизнью, то это мне по судьбе. Вот как мне положено было, так я и получил. А если мама помолилась, сильно постаралась, и мне получше чуть-чуть стало, то это милость. Это Бог даёт такую милость через маму. И мама тоже. Её выбор тоже такой. То есть родители или дают нам нашу судьбу, или могут сделать чуть получше. Но чтобы родители нам сделали хуже судьбу, такого не бывает, мои хорошие. Не бывает. Вот родители не могут нам сделать хуже судьбу, потому что всё идёт по плану. Вот я родился. Вот, значит, по судьбе. Значит, вы постоянно вмешивались до этого. Я могу даже сказать, я вижу это, как вы вмешивались. Вот уже даже в прошлой жизни вы это делали. В мужском теле все вмешивались везде постоянно. Даже сейчас вмешивайтесь. Даже сейчас вмешивайтесь, я с ней говорю, вы вмешивайтесь. Всё нормально, не волнуйтесь, всё хорошо. Я немножечко вас повоспитываю. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давайте назад, с кем мы говорим. Я уже что-то потерял. Ага. Моя хорошая, всё будет нормально. Нужна молитва. Страдания неизбежны в жизни, трудности неизбежны. Ни у кого. Не надо бояться жизни. Надо идти по жизни смело. Верить. То есть, есть сила, побеждающая судьбу. Надо в это верить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова